не только в Газа, но и в других местах, где конфликт может распространиться. Соединенные Штаты и их союзники пытаются предотвратить иранский удар по Израилю и возникновение масштабной региональной войны. Но удар может быть нанесен в любой момент как возмездие за убийство в Тегеране одного из главных руководителей Хамас. Администрация Байдена перебросила в регион дополнительные силы, а госсекретарь Энтони Блинкен провел в понедельник совещание с высшим руководством Катара и Египта которые помогают организовать переговоры о прекращении огня между Израилем и боевиками Хамас. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер. Мэттью Миллер, настал критический момент, заявил в понедельник репортером в Вашингтоне Блинкен. Мы предпринимаем интенсивные дипломатические усилия, работая практически круглосуточно. У нас очень простая задача. Все стороны должны воздерживаться от эскалации. Все стороны должны принимать меры по ослаблению напряженности. Главное внимание уделяется подготовке к отражению возможного нападения Ирана, который уже предупредил, что даст свой ответ на убийство Израилем 31 июля в правительственной резиденции в Тагеране высокопоставленного политического лидера Хамас Исмаила Хани. Израиль не подтверждает, но и не отрицает свою ответственность за гибель Хани. А вооруженные силы этой страны заявили, что в воскресенье в ходе другой операции был убит высокопоставленный командир Хамас Джабер Азиз. Действия США – это лишь одна составляющая масштабных усилий по предотвращению эскалации возмездия между Ираном и Израилем, которая может привести ко всеобщей региональной войне. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади в выходные дни совершил редкий для него визит в Тегеран, встретившись там с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багири Кани. Президент Джо Байден в понедельник также провел телефонный разговор с королем Иордании Абдалой II, о чем сообщил Белый дом. Катар, который в прошлом не раз играл роль посредника между Ираном и США, также находится на связи с Исламской республикой, о чем сообщили осведомленные источники. В Израиле, который живет в напряженном ожидании обещанного Ираном и его ставленниками возмездия, кое у кого лопается терпение. Один высокопоставленный законодатель даже предложил нанести упреждающий удар. Это ниже нашего достоинства. Сидеть и нервничать, вместо того, чтобы взять инициативу в свои руки. Заявил в своем выступлении Йоэль Эдельштейн, возглавляющий в Книссете комитет по иностранным делам и обороне, а также являющийся высокопоставленным членом консервативной партии Ликуд премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Мы знаем, как это сделать. И мы должны это сделать. Иран со своей стороны подтвердил, что хочет избежать большой войны с Израилем, однако вновь пообещал отомстить ему. Стабильность и безопасность в регионе можно укрепить, наказав агрессора и создав систему сдерживания Израиля и его авантюризма. Заявил в понедельник репортером в Тагеране пресс-секретарь Иранского Министерства иностранных дел. «Исламская республика не хочет эскалации напряженности, однако имеет право наказать Израиль в соответствии с нормами международного права», добавил он. «Исламская республика не хочет эскалации напряженности».